Да, сейчас я найду эту одну ебучую детальку. Это в пизду. А, вот она. Чтобы понять, что здесь происходит, надо немножко накинуть контекста. Потому что где-то летом, наверное, мне один из моих друзей на день рождения, которое было за несколько месяцев до этого, он приезжает ко мне в Москву в гости и такой типа Стасон, держи подарок на день рождения. И дарит здоровенный набор лего 911 Porsche. И я такой, мне это зачем? Потому что у меня в жизни никогда не было лего. Так вот. С моим графиком мне на эту херню потребовалось месяца три. Ну, а теперь у меня есть вот такой вот Porsche. Нахера он мне нужен, непонятно, но очень прикольно. Колесики тут вертятся. Там внутри оппозитная шестерка, которая прям вся шевелится. Даже дифференциал правильно собран. Я так когда это собирал, такой, о, прикол. Типа, можно прям даже на лего объяснять людям, как работает дифференциал. Volkswagen T1 теперь сижу собираю. Уже сам себе купил. Там еще подвеска есть. Подвеска, да, на пружинках все дела. Руль колесам привязан. А ну все, крутит, вертит. Через нормальную рулевую рейку. Которая прям, ну, типа рейка. Дверь такая. Давай выебывайся. Давай выебывайся, да. Поэтому вот сейчас собираю T1. Скорее всего, потом буду собирать что-нибудь еще. А, точно, я же тебе обещал, что я куплю себе Bugatti. И буду сидеть его собирать в офисе, прям напротив тебя, очень медленно. И запрещу его трогать. Еще, наверное, вы можете заметить по моему лицу, что оно немножко более улыбающееся, чем обычно. Ну, чем вы привыкли видеть, наверное, последние пару-тройку месяцев. Потому что вчера мы в целом зафиналили первую часть Франции. Ну, я имею в виду, мы полностью собрали ее в тот вид, в котором она будет. У нас полностью готов звук. Вся нарезка, все видеоматериалы. Все-все-все. Сейчас нам сводят нормально звуковую дорожку на студии. Мы немножечко, пару дней занимаемся оформлением. Воюем снова за монетизацию. Блёд. Но, скорее всего, ну, по крайней мере дедлайн, который у нас стоит, мы в него укладываемся со своей стороны. Первый раз за всю историю всех документалок. Мы обычно на один-два дня, ну, типа, не укладывались в свои собственные дедлайны. И наш внутренний дедлайн был 19 декабря. На первую часть. Это этот четверг. То есть вы смотрите этот ролик, скорее всего, в среду днем, потому что мы его не успеем смонтировать, как обычно, в ночь. 17-е, чувак. А? 17-е, четверг. 17-е? 17-е на дедлайн, 17-е числа. Не 19-е? А, ну вот, вам... Это значит, я назвал тот дедлайн, который висел у меня в голове, который я не говорил команде. Вот, и потому что у меня в голове висела 19-е всегда. Спасибо, отец. Ну, это ж так работает, но, типа, ты же всегда знаешь, что у меня всегда есть запас, типа, на пару дней. У меня заканчиваются дедлайны по рекламе через 4 дня после, условно, всех твоих дедлайнов в Краину. Ну вот, мы же все менеджеры, поэтому что-то... 17-го числа, извиняюсь за то, что сказал неправильную дату, 17-го числа, по идее, первая часть Франции будет на канале. Нам осталось, по сути, ну, дотянуть визуал, цветокор, там, технические вещи, но почему-то у нас снова висит блядская желтая монета. И вот непонятно, это Ютуб просто, типа, превентивно, но любой двухчасовой материал, типа, такой, ну-ка, бля, повиси в отстойнике. Мы сейчас с этим делом боремся, потому что, ну, в первой части вообще ничего нет. Мы уже на опыте, мы уже на опыте ДТП, мы уже на опыте Японии, на опыте Детройта, знаем уже, что можно показывать, что нельзя показывать по политике Ютуба. И вот в Франции, в первой части, нет вообще ни одного кадра, где хоть что-то, хоть как-то за уши что-то можно притянуть. Поэтому ждем. И если Франция не выходит в четверг, значит, это из-за монетизации. Это единственная причина, почему не может быть уже просран дедлайн, потому что все остальное с нашей стороны уже готово, ролик уже готов. И сегодня, по идее, вечером мы уже будем отсматривать, ну, такую черновую-черновую вторую часть. И в условных 20-х числах примерно будет вам вторая часть. И как мы и обещали, как мы и планировали, как мы и думывали, после того, как мы, собственно, опубликуем обе части, мы проведем стрим, как это было с ДТПшкой. Дата у нас стоит 27 декабря, воскресенье. Специально, чтобы не отвлекать вас там от работы, может быть, кто-то еще будет работать в этот момент, чтобы вы спокойно могли новогодними делами потом заниматься, мы 27-го числа, условно говоря, вместе с вами и с нашей большой компанией, встретим, условно, Новый год. Вот. И давайте все-таки установим еще традицию. Мне очень понравилось то, что мы на предыдущем стриме собрали серьезную сумму денег для поддержки фонда ДТП, пострадавших после ДТП. И в этом стриме будут точно такие же условия. Половину собранных средств мы отправляем в фонд. Я, свои личные 100 тысяч рублей, точно так же отправляю в фонд поддержки пострадавших при ДТП. А остальное мы пустим либо в оборудование, либо в съемки. Я думаю, что после того, как вы увидите Францию, у вас не будет вопроса в том, куда мы дели деньги, которые там осталось, там, сколько, 250 тысяч рублей у нас, по-моему, осталось, или там 300, 300 тысяч, там, 300 тысяч рублей осталось после предыдущего стрима, который мы должны были потратить на оборудование, и они, собственно, пошли в дело. По Франции вы это увидите. А ты ролик опубликовал? Вот если бы вы были подписаны на мою инсту, вы бы тогда уже бы заметили бы вот такую сториз, которую сейчас я прям при вас запишу. Смотрите, у нас тут что? Кухонька, освещение. Это значит новостной выпуск. Вон там гудок, вон там Серега. И еще, пока мы тут пишем новостной выпуск, мы для вас выложили на основе новый ролик. Там обзор на Range Rover Velar подъехал. Вы хотели, вы просили, вы ждали. Приятного аппетита. А мы пока для вас еще контента сделаем, чтобы было под что поесть. Вот были бы подписаны на мой инстаграм, видели бы такие сториз, например. Кухня, это значит, что мы пишем новостной выпуск. А вы не видите, потому что вы не подписаны на мой инстаграм. Там за ним прячется Серега. Короче, инста всегда узнает первым о всех новых штуках, о всем, что происходит. Поэтому если вы еще не подписались, то и не подписывайтесь. Нефигом спойлерить и интересности показывать. Ну а если вы хотите быть в числе первых, кто посмотрел Францию, то без настаём никуда. И последнее. Очень важная просьба. Пока я прячу провод себе в жопу. Я знаю, что вот этот вот ролик посмотрят примерно плюс-минус 200 тысяч человек. Ну там. На среднем новостные выпуски там 200-250 тысяч человек за 2-3 дня. Как раз это, скорее всего, вот за то время, пока выйдет Франция, где-то 200 тысяч человек. Вот обращаюсь к каждому из вас, 200 тысяч моих любимых зрителей второго канала. Нам очень, очень, очень нужна ваша поддержка с Францией. Мы хотим, чтобы этот материал прям разлетелся очень классно. Мы тут работали много. Вам на это похер? Справедливо. Но мы действительно прям выложились вот на полную. Вот на максимально возможное. Ну так с документалками всегда происходит. Что мы всегда пытаемся сделать максимально возможное на тот момент, на котором мы находимся. Короче, если будет меньше 200 тысяч репостов, то вот за тем, кто не репостнул, Франсуа Стасье Жапьен придёт лично и посадит на багет. А когда вы увидите Франсуа Стасье Жапьена во Франции, вы поймёте, что лучше бы, чтобы он к вам не приходил. Просто доверьтесь мне в этом. Знай, что если не репостнешь, багет у Стасьена длинный, ты к такому не готов, оно тебе точно не надо, поэтому лучше репостни. Ну и всё, погнали к новостям. Тесла приостановит выпуск больших электрокаров из-за падающего спроса. Контекст такой, что в американские CNBC утекли сведения, ну там, внутренняя переписка сотрудников о том, что сейчас на три недели будет приостановлено производство, ну, дорогих Тесл. Это Model S, которая такая, седанчик, и Model X, это у которой крылья открываются, фу, крылья, двери открываются вверх. И сейчас Тесла будет концентрироваться только на производстве маленьких хэтчбеков и маленьких автомобилей дешёвых, потому что на те начал падать спрос, довольно заметно. Если раньше Тесла, типа, была, ну, просто премиальным автомобилем, дорогим и бл-бл-бл, а сейчас они потихоньку уползают в масс-сегмент, чтобы делать большое количество тачек, потому что большие деньги на самом деле там. Ничего удивительного. На самом деле, производство Теслы в целом, ну, растёт заметными темпами. Да, компания всё ещё находится, типа, убыточна, она всё ещё убыточна, она балансирует постоянно на грани дохода и расхода. Это совершенно нормальная история для развивающегося стартапа, условно говоря. В третьем квартале 2020 года Тесла реализовала 140 тысяч новых автомобилей, что в целом уже хороший показатель. Если там, типа, лет пять назад, по-моему, или там года четыре назад они производили, там, по 30-40 тысяч автомобилей в год, то сейчас у них годовой выпуск уже что-то около полумиллиона автомобилей, и вот он такой уже держится несколько лет, насколько я помню. Надо будет, кстати, Гошан, подкинь, типа, объём продаж Теслы. По-моему, они вот плюс-минус в одной и том же около полумиллиона автомобилей торчат уже, типа, два или три года. А может быть, Крашен и сейчас ошибается, типа, вполне возможно. И интересно посмотреть, насколько сильно всё-таки у них прыгнет производство вверх по количеству проданных автомобилей, когда они запустят уже бюджетные автомобили, ну, типа, и заводы, которые в Германии сейчас строятся, и в Китае. И плюс Илон Масс же нам обещал, что скоро, совсем скоро появится какой-то маленький дешёвый автомобильчик Тесла за 25 тысяч долларов и с запасом хода в 300 километров. Ну, то есть, типа, прямой конкурент абсолютно всем стандартным вот этим, типа, Volkswagen ID.3, Renault Zoe и маленьким автомобилечкам, там, Nissan Leaf, вот этому всему. Посмотрим, что из этого получится. Но то, что Тесла Model S и Тесла Model X за свои деньги плохо продаются, логично. Во-первых, кризис. Во-вторых, ну, типа, откровенно покупать себе электричку, там, за 70 тысяч долларов мало кто может себе позволить. Я думаю, что через какое-то время эти модели уйдут на совсем, и останутся только маленькие дешёвые Тесла. Ну, может быть, они ещё там, типа, там, как вот у них есть P85 D, или P85 просто, типа, седан, у которого там 700 лошадей. Может быть, вот такую штуку ещё оставят. Чисто для экстравагантных чуваков, хотя, опять же, зачем покупать автомобиль, который умеет разгоняться по прямой, только умеет разгоняться по прямой, и ничего больше. Да, он прикольно это делает, но кроме этого Тесла больше не умеет ничего. За такое количество денег, ну, как минимум, странно. Как по мне, лучше купить М5 за такие же деньги, условно говоря, и при этом у вас машина будет и разгоняться по прямой уметь, очень клёво, потому что она полноприводная. Она будет ездить боком замечательно. И это М5. Замечательный автомобиль. Великолепная новость. Автовоз затонул у берегов США из-за тяжёлых кроссоверов Киа. Помните, мы какое-то время назад обсуждали, что, типа, достали со дна, типа, здоровенный корабль, начали пилить его на четыре части, там куча автомобилей, и вот это вот страдание, что ой-ой, куча машинок. Так вот, власти США назвали предварительную версию крушения грузового судна. Как сообщает издание ЛЭП со ссылкой на результаты расследования, автовоз мог затонуть из-за перегруза. Что объясняет официальная комиссия? Что, якобы, на промежуточной остановке в порту Браунсвик судно выгрузило на берег 300 Hyundai Accent и Kia Forte, это вот такая мелкая херня, типа, ну, это как Пиканто, короче. Их место на судне заняли 316 внедорожников Kia Trillude. Ну, Trilluride, типа, пофиг, это американская модель. И в результате, из-за того, что вместо маленьких хэтчбеков заехали внедорожники, перегруз МВ Golden Ray составил примерно 1200 фунтов, что на наши деньги 540 килограмм. Вот да, я такой, вы серьезно? Потому что судно, совокупно, вот грузовой корабль сейчас разрежут на 8 частей, весом каждая, типа, от 2700 тысяч тонн до 4000 тонн. То есть, совокупно, ну, корабль весит, там, 3,5 на 8, ну, типа, там, 25, там, типа, 28 тысяч тонн. Очень много раз дохуя. Да, очень много раз дохуя он весит. И они такие, перегруз 500 килограмм, из-за этого все. 25 тысяч тонн, блядь, огромное судно затонуло из-за перегруза в 500 килограмм. Мне очень интересно посмотреть на то серьезное ебло этого эксперта, который реально писал это заключение, что я думаю, что причина именно в этом. Он бы еще написал, типа, что перегруз, ну, типа, судно затонуло из-за перегруза в 544 килограмма из-за автомобилей, из-за того, что на судно зашла твоя мамка. Вот, типа, хе-хе-хе-хе. У нас вот тут как принято. Чем ближе Новый год, тем больше вокруг различных украшений, развлечений и предложений. И работать вот чё-то прям совсем не хочется. Хочется, наоборот, ну, засесть дома и заняться чем-нибудь интересненьким. У нас пока с Францией это не получается, но вы, например, можете совершенно спокойно подвинуть все свои дела и поучаствовать в новогоднем наступлении в World of Tanks. В этом году праздником в World of Tanks заправляет Чак Норрис. Почему именно он? Ну, он же легенда. Однажды Чак Норрис уничтожил три танка, просто сказав «Бэн». Ты можешь совершать невероятные вещи, сражаясь вместе с друзьями в World of Tanks. Наряжайте ёлку, украшайте свой ангар героями из любимых мультиков и каждый день получайте подарочки от Снегурочки. Во время новогоднего наступления можно заработать еще больше призов для быстрой прокачки вашей техники. А если еще и выполнить все задания от Чака Норриса, то он станет командиром вашего танка. Регистрируйтесь по ссылке в описании, получайте в подарок премиум танк Т2ЛТ, 400 тысяч кредитов и целую неделю премиум аккаунта. А если успеть до 12 января, то вы сможете получить премиальную ПТ-САУ 4 уровня. Поэтому качайте игру, создавайте себе новогоднее настроение и увидимся в бою. Глава Поршу в России. Клиенты расхватали все, что было. Есть такой чувак, которого зовут Томас Штерцель. Он у нас является главой Порши Русланд и также председателем комитета автопроизводителей АЕБ. Ну короче, заметный чувак. На РБК, на Автоньюз вышел, типа, здоровенный лонгрид по поводу того, что он там думает по ситуации по рынку, как вообще для Порши этот год, как они вообще себя чувствуют. Ну и все такое. Я на самом деле советую почитать, найдите, типа, там прикольная статья. Но я вот тут хочу о чем поговорить. Всегда забавно, типа, наблюдать, как в одних и тех же условиях на одном и том же рынке одни компании сталкиваются с тем, что они вдруг становятся нахер никому не нужны, а другие, типа, не знают, что делать, потому что вот у Порши, ну у них такая ситуация, что размели просто все. Выставочный зал, типа, автомобили, которые давно стояли на складе, при том не только там Каен и Маканы. 911-й, Кайманы, типа, все разлетелось очень быстро. При этом у чуваков еще есть очень большая, типа, база заказов на следующий год. И они не переживают вообще по поводу 21-го, очень оптимистично смотрят в будущее, что типа, с учетом того, что мы на несколько месяцев вперед уже загружены предзаказами, оплаченными. Мы думаем, что типа, в 21-м году тоже будет рост продаж, и вообще, в целом, для Порши год оказался намного лучше, чем они ожидали. И самая главная проблема для Порши в данный момент это вытащить квоту себе на автомобиле. И они такие, просто дайте нам максимально возможное количество тачек, мы все продадим. Мы точно все продадим, типа, мамой клянусь. Я думаю, что у Ниссана нет таких проблем, у Митсубиси нет таких проблем, а у Субару-то подавно. Субару-то точно сидит, думает, как же нам выцарапать от представительства еще? Квоту пожирнее? Чтобы всем натолкать наших импресс, форестеров. Забава. При этом, блин, я удивляюсь на самом деле, насколько клево у Порши выстроена коммуникация вообще, в принципе, с миром. То есть, с точки зрения СММ и с точки зрения вообще вот транслирования своих там каких-то ценностей и прочего-прочего. Типа, ну, прям, Порши это Порши. Последний Мэнринг съели, да? Да. Не-не-не, ешь, ешь, я, да я апельсин не возьму. Мои апельсины сейчас тоже съедим где-то. Блядь. Желаю всяческих успехов бренду Порши на нашем рынке. Они прям верят в Россию. То есть, здесь как бы глава говорит, что да, Россия клевый перспективный рынок, все отлично, все замечательно. Удачи вам. Надеюсь, что когда-нибудь я стану клиентом Порши не в случае с автомобилем с пробегом, а в случае с новым автомобилем. Когда-нибудь я стану полноценным клиентом Порши, да. И одновременно с этим сразу новость. Порши выпустит миллионный Каен. Юбилейная машина сошла с конвейера в Братиславе. И вот помните, мы недавно говорили, что Митсубиси гордилась тем, что они продали миллион автомобилей, а Порши продал миллион Каенов. Премиального, внедорожника, за дорого, за много денег. Ну, слушай, типа, для тачки в стоимостью 100 плюс тысяч долларов, которая производится, там, типа, ну, сколько Каен производится? Лет 15. Чуть около того, да. И при этом в статье приводится, что первые 500 тысяч автомобилей были пробиты спустя 10 лет после выпуска, в 2012 году. Каен появился в 2002. И следующие 500 тысяч автомобилей за 8 лет были проданы. Соответственно, объем Каенов увеличивается и увеличивается. И для сравнения, 911-му, для того, чтобы преодолеть, типа, тираж в миллион копий, потребовалось 44 года. Вот вам популярность Каена. АвтоВАЗ выпустит последний автомобиль Datsun. То есть Datsun уже, типа, сколько? Полгода уже, как закрыт, да. Но они еще, они до конца еще, да, типа, выпускали автомобили и все. Вот. Итого у нас в стране оказалось 130 тысяч людей с альтернативным мышлением, которые выбрали автомобиль Datsun. С чем я их категорически и не поздравляю. А то, что наша страна наконец-то избавилась от бренда Datsun, с этим я ее категорически поздравляю. Китайский Great Wall создаст свой премиальный бренд. Пока ничего не раскрывается. Если что, Great Wall уже несколько раз пытался это сделать. И если вы не в курсе, то Great Wall, который пришел к нам, по-моему, в 2005 году на рынок, ну, впервые. Сейчас это Haval. Это суббренд Great Wall. То есть, типа, вот то, что вы там все замечательные эти Haval и Haval F7, или там, как они там называются, это Great Wall. И сейчас парни решили, что они, если у них уж получился Haval, вроде как они поняли, что такое, типа, условный средний сегмент автомобилей, то они теперь могут поиграть в премиум. Название пока не раскрывается, модели пока не раскрываются. Единственное, что известно, что это, они также будут сфокусироваться на кроссоверах, внедорожниках и, возможно, седанах. И вот, как бы, есть хоть один пример в мировом автопроме, когда китаец сделал премиум, какой-то китайский бренд сделал свое премиальное подразделение или премиальный суббренд, и это сработало. На моей памяти такого нет. Да, понятное дело, что китайский рынок сам по себе внутри огромный. Там есть премиальные автомобили китайских брендов. Так, чтобы они вышли в мировое пространство, чтобы в Европе или в Штатах, или в Южной Америке, или еще где-то продавались автомобили с премиальным китайским брендом за премиальные же деньги, по-моему, таких примеров нет. Если такие примеры есть, с радостью почитаю о них в комментариях. Весь хавал-клуб, давайте, вы знаете, что делать. Лучше врезаться в Феррари, чем в трамвай. С водителей требуют миллионы. Мосгортранс пытается обзыскать с автомобилистов 4,5 миллиона рублей и обещает дальше отстаивать свои права. Контекст какой? Есть трамваи, которые сами по себе не хуй собачьи, а довольно дорогая штуковина. И если происходит ДТП с участием трамвая, в подавляющем большинстве случаев, в 95 или в 99% случаев, виноват водитель автомобиля. Потому что трамвай, сука, везде прав. Вот ты как только... Я жутко боюсь трамваев. Я, честно говоря, не совсем помню, где, в каких ситуациях точно нужно уступать трамваям. Поэтому я на автомате уступаю им всегда. Потому что эта тварина едет по пирог дороге всегда. Она еще своим хвостом виляет. Ой, я, короче, жутко их боюсь. И типа я прям всегда, если трамвай, я такой, я постою, давай, пожалуйста, приезжай. И коммерсант собрал несколько дел по тому, как люди, типа, врезались в трамваи и выяснил, что Мосгортранс, помимо прямого ущерба, который нанесен в вагон, они еще взыскивают с виноватого так называемый УТС, утрату товарной стоимости. И так как трамвай сам по себе стоит дохрена денег, УТС у него тоже не слабый. Для примера, москвич Алексей Потемкин повредил вагон на 36 600 рублей. А за утрату товарной стоимости трамвая должен был отдать 1,4 миллиона. По суду потом размер УТС сократили до 100 тысяч рублей, но Мосгортранс обжаловал это решение и теперь Потемкин оказывается должен уже 109 тысяч рублей. Похожий случай произошел жителям Суицы Юрием Сизовым или Сизовым. Повредил трамвай на 44 тысячи рублей, а УТС должен был отдать 1 миллион 140 тысяч рублей. Страховая компания выплатила предприятию 400 тысяч, а суд обязал самого Сизова доплатить еще 3400 рублей. Ну то есть пока что фактически какого-то конкретного человека на очень много денег не нагнули, но все равно это довольно так себе история, когда ты легонечко царапаешь трамвай, а в итоге должен ему отдать Порш Каен, Мосгортрансу свой. Довольно странная ситуация. Че вы там? Ютуб лег. Нахуй. Вообще. Полностью. Везде. Как мы вовремя выложили. Хорошие новости, да? И то есть ну типа все люди, кто выкладывает ролики в понедельник сейчас такие, да-да-да-да, пошли мы нахуй, да? Ну вот вам новость из нашего реального времени лег Ютуб. Бледина такая. Как раз через час после того, как мы выложили новый ролик. Как раз самое важное время, когда... Немного вам накину. Судьба каждого ролика всегда зависит от первых часов его публикации. Какая активность происходит в ролике в первые часы, так он потом жить и будет. Ну, в подавляющем большинстве случаев. Очень редко бывают такие ситуации, когда какой-то ролик потом взлетает типа после, там спустя несколько дней. Крайне редко такое бывает. Ну вот походу Вилару жопа. Ноль просмотров тоже результат, да. Спасибо, Бондарц. Мы знаем, что ноль просмотров у тебя это тоже результат. Да, подписывайтесь на инсту Пашу Бондарцу. И насрите ему там, что ноль тоже результат. В этом случае это не ноль, это расширенное очко. Если это тоже результат, тогда окей. Да, Паша Бондарца тот человек, который рисует нам превьюхи. И да, он тоже рисует превьюхи Артемию Лебедеву. Да, именно поэтому они у нас, сука, одинаковые. Да, не потому, что я лично у Артемия Лебедева спиздил превьюху. И не потому, что я Пашу написал в ТЗ, что хочу как у Лебедева. Нет. Не поэтому. Мы любим Пашу. Да, Паша пиздатый. И Артемий Лебедев тоже. Добро пожаловать в комментарии. Надувная капсула. Запатентована новая подушка безопасности. Естественно, новость, без которой я обойтись не мог. Обязательно, как только появляется что-то новое, в безопасности надо обязательно это дело обсосать. Так вот. Вроде бы появилась здравая идея, что одно из подразделений Гугла, которое называется Вайма, ну типа это там дочка альфабета, короче, типа чуваки занимаются разработкой всяких технологий, как это у Гугла принято в целом. Подумали, что можно делать подушку безопасности не вот того размера, какого она есть, а делать прям огромную такую подушенцию, которая полностью человека всего обволакивает. И тогда не нужно типа делать кучу подушек безопасности, типа слева, справа, под коленки, под руки, под что угодно. Можно сделать одну огроменную херовину, в которую человек полностью влетает, там остается и все с ним в порядке. Но прикол в том, что в патентное ведомство вот эта штука была подана 2 года назад. И сейчас ее опровнули, что все, да, вот эту идею закрепили за Вайма и что они будут правообладателями. Но прикол в том, что дальше чертежей это что-то как-то не двигается и не совсем понятно, под что они хотят ее использовать. Потому что на самом деле, ну, мне кажется, что вот именно в автомобилях, внутри салона с подушками безопасности вопросов-то уже не очень много. Потому что в целом в современных тачках, в максимальных комплектациях у вас в подушках максимально все. Ну, по-моему, нет такой типа части салона, где бы не выстреливала подушка безопасности. Тем более последнее место, где еще не было подушек безопасности, уже оккупировали. Это имеется в виду заднее сидение, что теперь из сидений передних тоже будут выстреливать подушки пассажирам задним в морду. В 2023-м, кстати, это использовалось или нет? По-моему, это же Mercedes, по-моему, придумал? Ну, ладно, не помню. Ну, сейчас уже даже пешеходные подушки уже у тебя. Не, они давно уже, им уже лет 15, по-моему, этим подушкам или 10. Серьезно, подушка, улезающая из-под капота, как-то поможет пешеходу не умереть нахуй? Да, потому что он же головой бьется по машину. Если он стоит, машина у него, да, он падает, ну, типа, вот головой на капот, и там из-под капота подушка выдувается, и он в подушку бьется. И мне кажется, что уже нет проблемы именно в салонах автомобилей. Есть проблемы с подушками безопасности определенно точно в автобусах, где много людей внутри салона сидит. Там точно есть проблемы с этим. И еще я где-то в интернете видел прикольный концепт, как хотят сделать отбойники на шоссе тоже с какими-то вот подобными штуковинами, чтобы какие-то барьеры взрывались, надувались во что-то мягкое, чтобы тоже поглощать удар, когда в них влетает автомобиль. Но, насколько я понимаю, это просто осталось концептами, потому что это, типа, еб твою мать, как дорого, чтобы оборудовать абсолютно все дороги такой фиговиной. — Немного более реалистичные отбойники, которые крутятся у тебя. Они такие, ты когда въезжаешь, они упругие, они просто, типа, вот так отваливаются, начинают крутиться, у тебя вращение поглощает энергию. — Да, есть еще с роликами с такими просто, она вот, типа, как, ну, они сами не крутятся, но их можно крутить, и ты просто, как, типа, от них отлетаешь, да. Но именно идея в том, чтобы, то есть уже в современных, на современных хайвеях, которые оборудованы отбойниками, уже нет проблемы пересечения потоков. То есть крайне редко кто-то может вылететь, типа, навстречку. Есть большой вопрос с тем, чтобы, когда автомобиль на скорости влетает в отбойник, от него отпрыгивает, он дальше начинает разматывать весь поток. Особенно, если, типа, плотное движение. Задача сделать так, чтобы он не отпрыгивал, чтобы он просто такой, оп, и все, и там остался навсегда. — С этим неплохо справляется лес. — Посмотрим, что получится из этой технологии. Я думаю, что ничего кардинального не поменяется, потому что если бы это была какая-то прикольная разработка, которая могла бы найти сразу применение, то она бы уже нашла применение. За два года это тем более. И к тому же Вайма еще пока официально не заявляет о том, что они вообще в принципе даже ведут разработку. То есть это просто утечка из патентного ведомства. Вряд ли это чем-то категорически новым для нас обернется, но понаблюдаем. Рестайлинговая «Лада Ларгус». Новые шпионские фото кузова и салона. Вот я подумал, типа, насколько грустным автошпионом ты должен быть, чтобы запалить рестайлинг «Лада Ларгуса». — Это в школе автошпионов, такого, типа, самого отсталого такие. — Да. — «Лада Ларгуса». — Да, 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 да. Эта новость появилась, типа, 12 декабря, а 14 декабря, спустя два дня после этой новости, «АвтоВАЗ» представил первое изображение нового «Лада Ларгуса». То есть, мало того, что ты, как бы, автошпион так себе, что автомобили фотографируешься довольно специфически и никому не интересные, так еще и через два дня «АвтоВАЗ» полностью обесценивает твою работу. Так тут при этом еще, знаешь, ну, типа, была бы фотка бы еще хоть какая-то качественная, но, типа, человек, как бы, фоткает вот так. Но вообще, в целом, как бы, самое важное, что нужно понимать о внешности «Лада Ларгус», о новой внешности «Лада Ларгус», о рестайлинге «Лада Ларгус», о новом поколении «Лада Ларгус», что всем на это похуй. «Лада Ларгус» единственное, что должен делать, это за максимально меньшее количество денег передвигаться, с чем он успешно исправляется. Опубликованы цены на обновленный «Тигуан», и он подешевел. Я не помню еще одного случая, когда какой-либо автомобиль приходил к нам на рынок, даже рестайлинг, пофиг, и стоил дешевле, чем предыдущая модель. А «Тигуан» на 50 тысяч рублей, да, понятно, база начала стоить дешевле. Так себе скидос, я понимаю, но все равно, обычно всегда дорожает. Но при этом, конечно, все равно «Тигуан» стоит, как чугунный мост. В максимальном исполнении он будет переваливать за 3 миллиона рублей. Ну, типа, это «Эрлайн», 220 сил, он, как бы, официальный прайс 2,929,90. Ежу, понятно, что он будет уезжать из салона там за 3 с хвостом. Базовая цена написана 1 миллион 749, но, бля, удачи вам купить «Тигуан» за 1 миллион 749, мгм, да-да, вперед. Я думаю, что даже дешевле 2 миллионов, типа, будет не купить, даже самый голый. Но, в любом случае, как я уже говорил про «Тигуан», типа, да, окей, появился и появился, с новой внешкой, со старой техникой, да и хер бы с ним вообще. Машина отличная, можно покупать, я никаких проблем с ним не вижу от слова совсем. Вот, рекомендую. Как по мне, лучше, чем «РАВ-4». Хотя «РАВ-4» тоже молодец. Это один из самых опасных автомобилей в истории краш-тестов. Ассоциация Latin NCAP снова там разбила базовый автомобиль Латинской Америки. Конкретно сейчас они били «Форд К», такой маленький седанчик, ну, типа, чуть меньше, чем «Форд Фиеста» седан. И так как в нем нихренища нету, вообще вот нихренища, он получил 0 звезд. Притом, эти 0 звезд категорически хуже, чем 0 звезд, которые недавно получил Kia Picanto в том же самом Latin NCAP. И «Форд» уже такие «Ладно, так и быть, добавим вам электронных помощников и подушек безопасности в базовую комплектацию». Окей. Но краш-тест оказался, на самом деле, настолько плох, что это, по-моему, первый раз, когда Latin NCAP начал прям серьезно протестовать против продажи этого автомобиля на дорогах общего пользования. Продажи автомобиля на дорогах общего пользования. Живите с такими формулировками. Потому что обычно там, ну, всем понятно, что дешевые автомобили максимально голые, и автопроизводитель их делает максимально голым, чтобы просто хоть как-то, ну, обеспечить доступность автомобиля, потому что в странах Латинской Америки, как бы, тачку купить довольно сложно, потому что там нет денег ни у кого нихуя, ну, ладно. И как бы там много чего вот есть такого небезопасного, как и в Африке, например. И всегда было так, что организации NCAP просто бьют тачки, удивляются, насколько они херовые, и такие, ну, вот такая жизнь у нас. А сейчас они прям все, Ford Ka, вот прям вообще не надо покупать, потому что очень-очень опасно. Но, слава богу, что это не наши проблемы, так как Ford'а у нас нет, и хер с ним. На покупку новых автомобилей потрачено 2 триллиона рублей. Топ-10 марк. Автостад подбил статистику по первым трём кварталам 2020 года, из которых стало понятно, кто у нас больше всех пылесосит денег. И, в принципе, позиции не сильно меняются. Первый Kia с ёмкостью в 222 миллиарда рублей, потом Toyota 195 миллиардов рублей, Lada 177, Hyundai 170 и пятый BMW 168. Потом идёт Mercedes, Volkswagen, Skoda, Renault и Nissan. И, как я уже говорил, по-моему, когда мы собирали аналитику то ли первых двух кварталов, то ли первого квартала, Kia и Hyundai категорически доминируют на нашем рынке, если сложить их вместе. И вот тут мы просто берём, складываем их вместе, получаем почти что 400 миллиардов рублей. И вот кто там рядом может поваляться? Никто. В нашей стране. Примерно. Но что удивительно, что абсолютно все бренды находятся в падении, кроме BMW, Mercedes и Skoda. Внезапно. Ну, а что, хочешь сказать, у других ничего не выходило, у Volkswagen Polo не выходило? Ну, хорошо, у Toyota RAV4. А она всё равно в падении на 8%. Потому что BMW на самом деле молодцы. Надо посмотреть, что структурно именно произошло в BMW, но последние пять лет они очень правильно себя ведут на рынке. Очень правильно. Они настолько сильно отжимают у всех остальных немцев долю, что прям пиздец. Ну, то есть Audi вытеснили уже просто вот. И они Mercedes сдвинули, раньше Mercedes был сильно выше BMW. Они и по продажам выше. То есть продано 34 тысячи BMW против 30 тысяч Mercedes. Ну, типа BMW, вы великолепны. Ну, я в смысле, я сейчас обращаюсь к команде BMW в России. Большой вам респект. Хоть я не сильно фанат бренда BMW, но то, что вы делаете, это прям великолепно. Перейдите все в Audi, пожалуйста. Очень сильно вас прошу. Перейдите в Audi. Выгоните там нахер весь состав Audi. Вот возьмите BMW-шников всех, поставьте туда, пусть у нас хоть бренд расцветёт в стране нормально. В ноябре произошёл максимальный рост выдач автокредитов за год. Бомбит. Я всегда переживаю за типа кредиты, за прочие такие штуки. Это нормальная вещь, когда растут кредиты в целом для экономики это хорошо, потому что стимулируются продажи, потому что ходит денежная масса, создаются долговые обязательства, это всё классно, я понимаю. Да, но, блядь, выдача кредитов на новые автомобили выросли на 31% в количестве по отношению к ноябрю прошлого года и на 29% в денежном отношении. Перевожу на русский язык. Если взять ноябрь прошлого 2019 года, когда ещё не было ковида, когда не было кризисов, когда не было локдаунов, когда не было вот этого всего, кредитов было выдано в штуках на треть меньше и в объёме массы, вот сколько всего денег взяли в кредит, тоже на треть, ну на 29%. При этом совокупно за год количество автокредитов на новые машины за 11 месяцев находится ниже уровня прошлого года на 8% в штуках и на 2% в денежной массе. То есть, перевожу опять же на русский, кредитов взяли меньше, но практически на такое же количество, на такой же объём денег. И вот это грустно, то есть люди стали брать в долг большее количество денег. Понимаете, о чём я говорю? И тут это связано в том числе с тем, что сейчас в ноябре добирали, типа, успевали вскочить в поезд уходящих госпрограмм и господдержки. И да, условия выгоднее, чем были в прошлом году, но всё равно я категорически не понимаю, как можно брать типа автомобиль в кредит вот в текущих условиях, ну когда не сильно понятно, что будет дальше. Я, типа, переживающий чувак за, всегда, за финансы, за экономику и за прочее. Ну, моему куриному мозгу непонятно. Как можно, типа, влезать в кредит в текущих условиях? Хотя я понимаю одновременно с этим, что здесь довольно большой кусок рынка. Это всякие лизинговые штуки, это, там, для предприятий, какие-нибудь автопарки, таксопарки. Я понимаю, что там это не только всё про частные руки говорится. Это всё, это говорится в целом про рынок. Но непонятненько. Мне, как человеку, у которого нет ни одного кредита, непонятненько. Объясняй. Тут же, на самом деле, есть прикол в том, что кредиты стали очень доступные. Прям максимально доступные. Так это понятно, да, что сейчас, я же говорю, что условия стали сильно лучше. Да, они доступны, они дешёвые. Да, слушай, вспомни, типа, кредиты, которые были в десятом году. Ну, там, типа, под семнадцать годовых, блядь. Это был там автокредит, например. Сейчас, типа, ты можешь взять автокредит, потом, под четыре, под пять процентов годовых. Ну, да. Я сейчас ипотеку где-то видел за три процента в Москве. Ну, кстати, заебись. Ты её хер получишь, ну. Не, ну, ты её хер получишь. Сам факт, что такое предложение где-то существует. Ну, то есть, при том, не от левого застройщика, типа, нормальное. Но всё равно, типа, я к кредитным деньгам очень так, типа, странно отношусь. Для частного пользования. Под бизнес, понятно. Я очень нормальный. Кредитное плечо в бизнесе, это вообще нормальный рабочий инструмент. Окей. Я хочу с нормальным кредитом, и как к частным, так и к, типа, ну, для компании. То есть, ну, по сути, для частного, это то же самое кредитное плечо, просто, типа, ну, на его какие-то спросовые штуки, вот, типа, в жизни обычные. Ну, смотри, я понимаю, кредит только в том случае, когда ты его себе берёшь под то, что даст тебе больше денег. В итоге. Автомобиль личный, ну, в очень малом количестве случаев даст больше личных денег. Скорее всего, он, так как он сам по себе расходная часть бюджета, он у тебя утащит ещё много, типа, за собой. Занимайтесь своим финансовым образованием. Ой, давайте я сейчас вам в конце какую-то финансовую книгу порекомендую. Потому что на этом у меня в этом выпуске всё. Это была последняя новость. Ну, и раз уж мы тут про финансы-то начали болтать, давайте сразу тогда вкину финансовую книгу. Самая элементарная вещь. Самый богатый человек в Вавилоне. Это прям база-база, основа-основа. Книжка вот такая. Читается за один вечер. Я её, по крайней мере, в своё время прочитал за один вечер. Я просто, я помню, что мне нечего было как-то, точнее, мне нечего как-то делать, мне всегда было что-то делать, но что-то где-то я... У меня только эта встреча отменилась, то ли что-то у меня отменилось. Я был где-то в центре Москвы и такой, типа, зашёл в книжный, увидел книжку, купил, просто её открыл, сел в кафешку рядом, залип и вот пока пил кофе, короче, прочитал книжку. И если вы особо вот, ну, в сторону финансов своих личных не задумывались никогда, а, блядь, это надо делать, просто элементарно хотя бы прочитайте вот эту вещь. Она очень простая, очень доступная, там, блин, три правила по жизни, но очень полезная вещь. Это те самые 300 рублей, которые вы потратите очень правильно, купив эту книгу. А на этом у меня всё. Что вам в конце? Ждите Францию. Запасайтесь вином, запасайтесь сыром, запасайтесь круассанами. Будет пиздато. Несмотря на то, что я очень внутренне страдаю творчески, что, типа, я сам до себя докапываю с точки зрения сценария. И после вот этого моего открытия окна Авертона, что сценарий не идеален, по моему мнению, тут же найдётся куча критиков художественного сообщества и литературного сообщества, что, ой, ну да, действительно, там есть вот такое место, вот такое, и вот это вот вообще. Идите нахуй. Франция охуенная будет. И наслаждайтесь роликом. Всё. Пока.